Старобрядцы Но есть различные течения старобрядческого толка, у которых нет священников, нет епископов, хлысты, молокани и прочее, которые совсем отошли от православия и там больше уже каких-то надуманностей и даже язычества, нежели христианской веры. Произошло это, конечно же, этот раскол на старобрячество произошел в имена Алексея Михайловича, когда протопов Павакум повел за собой часть церкви, сопротивляющуюся на тот момент, как они озвучили, изменению православной веры. Дело в том, что в те времена решили подвести под одну канву, под один канон, все богослужебные книги, которые у нас были, так как они переписывались от руки и было очень много ошибок в требниках, в богослужебниках и прочих, в прочей службной литературе. Какой взяли критерий? Естественно, греческий, потому что к нам пришла вера из Византийской империи, из Греции, оттуда пришли все богослужения, все книги, оттуда мы опять взяли для уточнения своих требников, служебников, оттуда взяли образцы. И когда это произвели, часть церкви не захотела вот эти уточнения признавать, и получилось вот это старобрячество и церковь патриархов. К сожалению, это было, конечно же, такое очень грустное разделение, потому что, может быть, надо было как-то более мягко к этому подойти, чтобы не было таких вот разрывов болезненных, которые до сих пор ощущаются.